Чтобы подготовить ребят к такому важному экзамену, нужно не просто научить решать уравнения, но и внедрять инновации в систему образования. Успешно с этой задачей справляются педагоги сельских школ, и их инициатива поощряется. От 50 до 110 тысяч рублей получили победители ежегодного областного грантового конкурса. Конкуренция была серьезная, о себе заявили 18 образовательных учреждений региона. Пять лучших сумели пробиться в финал. Члены жюри прежде всего оценивали творческий потенциал школы, использование современных технологий в обучении, перспективность предлагаемых проектов. Сейчас очень популярны стали проекты, которые касаются использования информационно-коммуникационных технологий. В сельской школе это тоже и актуально, и есть очень ново, даже в сравнении с городскими школами. Отрадно, что многие инновационные продукты носят духовно-нравственный и патриотический характер, отметили члены жюри. Например, уже три года на базе Ищекинской школы Рыльского района развивается добровольческое движение. Мы участвуем обязательно в акциях, у нас очень большая акция, это живой батальон, проходит 9 мая. Очень все ярко, знаете, трогательно, и действительно нужно обязательно детям показывать подвиг нашего народа, рассказывать о нем бесконечно и безустанно. По итогам конкурса победителем признана Глебовская школа Фатежского района. Второе место поделили Бонещанская школа Льговского района и Ноздрачевская Курского. Почетные третьи присудили также двум школам Малокаменской Большесолдатского и Второй Рождественской Медвенского района. Специальным призом члены жюри отметили и Ищекинскую школу. Сергей Сергеев, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.